здравствуйте ребята вот всех поздравляю с 3 октября то есть вот и осень настала ребята ну что хочу как бы итог подвести ребята своего огорода ну там виноград показать грецкий орех туда-сюда и т.д. и т.п. картошка ребята была вообще красная красная блин классная то есть ребята классная была картошка помидоры так или и так свое дело сделали ребята вот еще но я вчера уже не спели собрал для какого-то салатика вот так вот виноград в этом году ребята ну нормалек вот смотрите она уже вся уже созревшая ребята вот это есть чинуры чинуры видите да вот прям на сетке у меня ребята она вот она вот так вот ну яблоки нормально далее себе знать ребята гранат у меня вообще чуть не то не все короче не рыба не мясо смотрите ребят на гранат начать похоже я же ничем не опрыскиваю ребята вот и вот и он обижается ну болгарский перец сделали свое дело ребята естественно здесь острый перец был собрали весь кукуруза естественно кукурузу уже пора ломать ребятушки вот она пожалуйста но это белая кукуруза как бы что варить но для меня как сказать без разницы что белая что красная что желтая я все ем вареную вот базилик тоже свое дело сделали ребята вот уже укроп новый пошел сам по себе когда он семена развита самой да в землю и семена сами себе идут ну петрушка во всей красе ребятушки огурчик уже все прости прощай вот так вот ну хотя он где-то еще до цветет видите да если пойдет такая теплая погода ребятушки то тоже будет фасоль два раза собрали ребята вот сейчас еще она вот подходит видите да я его еще не чистил надеюсь я буду чистить по грузински их и покажу ребята то есть фасоль не весь собрали короче одним словом ребята так или и так я доволен и естественно осенная уборка потом пойдет фундук тоже свое дело сделал естественные ручки свое дело сделали то и червячки какие-то которые их едят ребята поняли да ну нормально собрали еще можно собрать ножи уже как сказать ребятушки не знаю блин вот обычные орешки ну потом короче или что придешь когда попользуешь так погрызешь орешек и т.д. и т.т. ну чё ребята что я могу окруженки сказать крыжонок тоже классно он давал плодов смотрите вот сколько еще на земле их вот пожалуйста этот крыжонок ну самое главное ребята переходим на виноград вот виноград о котором я говорю что это сорт оригинал ребята то есть поняли да это сорт оригинал ну насчет винограда вам скажу что я никуда не спешу их собирать ребята пускай набираются сил а вот этот что хочет здесь я не знаю что он тут сделает вообще так сиди гулять сам по себе о это оригинал вот такие хорошие блин аж бегом ребята сейчас я вам покажу насчет винограда и скажу что все что здесь увидите все неправильно потом скажу почему ребят эти чё творит то есть ребята чем быстрее его соберем тем лучше потому что вот что творят они ну это пчела естественно пчела мая но их трогать нельзя естественно от бога пчели ребята пускай есть короче ребят смотрите вот а это который я прививал то есть оригинал я ссылку постараюсь кинуть ребята резал значит ребятушки эту изабеллу и прививал вот его то есть оригинала вот смотрите такой маленький кустик вот смотрите вот 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 пожалуйста вот малюсенький такой вот вот она до сюда вот один черенок он значит хорошо так себя повел и другой другой совсем малюсенький ребят смотреть вот один росток смотрите вот отсюда пошла один росток вот досюда вот пожалуйста и вот этот конечно получше значит рядом с оригиналом ребята смотрите прям впритык аладастуре ребята видите да это лада стуль и вот смотрите вот что здесь неправильно смотрите ребята над значит этим как его блинят какую-то фигню нажал по моему сейчас извиняюсь что-то фокус пропал ну-ка так посмотрим а да все нормально надо оригиналом ребята то есть посажен этот как его блин блин как называется то не барбариса как его блин абрикос да ну почему она так я не знаю сейчас что мозги делает этот телефон блин я на что-то нажал наверное скорее всего здесь написано автофокус короче главное чтобы он близко срабатывал до брызг близко срабатывает над оригиналом ребята абрикос над аладастуре персики ребята тоже над этим как его персики смотрите дальше пошли ребята вот дамский пальчик нет это тоже оригинал вот смотрите солнечного солнечного луча не видит прям вот смотрите прям персик над ним стоит он оказывается в плену ребята видите да смотрите он вообще недозревший это я и говорю что он неправильно ребята то что вы сейчас у меня наблюдаете вот видите да виноград надо сажать естественно на солнечное место вот это от пчел от ос блин как в анекдоте до посмотрите что на земле творится какая-то фигня его обсыпала это уже дамский пальчик ребята вот рядом аладастуре вот то есть где солнце попадает да там нормалек ребята вот где солнца нет как бы вот смотрите наверху персик такой здоровый а внизу виноград это неправильно ребят вот это и есть вот молодостой молодостой там и малина но я причину я вам могу сказать ребята причина в том что я хотел все как бы на крайняк вот малина блин и виноград как бы все что было усетки близко там у меня и малина и всякие там ягоды вот пожалуйста смотрите вообще-то пошли дальше да естественно здесь сплошной аладастуре короче да насколько я знаю все уже пора собирать от осы мусы уже работают хорошо короче вот пожалуйста полюбуйтесь орешки над виноградом видите да потому она и не хочет хороших плодов давать поняли да ребята вот так вот вот пожалуйста она по идее но это уже не оригинал это зешний сорт аладастуре рядом с ним вот смотрите то ли мишки и работают тут кушают то ли я не знаю вот это тоже неправильно и вот пожалуйста еще притык стоит инжир блин вот над виноградом и жиру допустим до делать ничего ребята да кстати спеленький такой хороший оторву я его один так где-то у нас третий тут а эти еще поспевают вот успеленький то есть ребята смысл видоса не повторяйте моих ошибок вот смотрите что творится все притык короче вот так вот но это и всеми знакомые ребятушки изабелла над изабелла и ребят смотрите яблоки какие здоровье стоят на этом яблоке там минимум 11 сортов яблок ребята ну все посыпались там бродский по моему остался ну поздний сорт который вот смотрите что-то дозрела что-то не дозрела что-то дозрела ребята и то есть изабелла изабелла у меня из-за того и есть чтобы но он такой прикольный ароматик дает и когда кушаешь как бы ну как будто не виноград кушаешь а какой-то другой фур фрукт экзотический то есть вот и розочка ребята тоже вот это вот здесь уже черешня на черешне три сорта вот под черешня тоже виноград видите да здесь уже ребята в начале в начале винограда роза стоит ребята многие считают что от роз ребята получают значит этот как его лишний аромат опиляется после розы виноград но по нашему это все неправильно и ребята розу сажаем в начале виноградника ребята потому что он как бы индикатор мучнистая роса или 1 1 мучнистая не знаю как по-русски ребята что роза болеет вот это фигню то есть сюда мучнистая росой что виноград но роза болеет на 3-4 дня раньше чем виноград ребята то есть мы уже как бы на старте стоим смотрим на розу ребятушки и как бы уже меньше вариантов чтобы у нас виноград заболел мучнистой росой понял да ребят вот это у меня руки в грецкие море и насчет грецких орехов скажу вот один я все таки не понял что на что у меня на жалость тут что этот что-то далеко фокус не берет автофокус по моему как я его отключить и не могу короче раз грецкий орех 2 грецкий орех ребята но я все естественно не смог ну я и трясти их начал и палкой так вот видите да листва вот прям поближе посмотрим листва и вот пару ведерок собрали ребятушки вот так так что если кому надо ребята можем устроить грецкий орех по-грузински а вот этот вот сонный такой постоянно он не дает плодов весной я покажу как его спиливать и прививать вот такие вот пироги ну все ребят пока пока короче вот такой был итог сегодняшнего дня я не знаю но здесь наверное ничего не зафиксирует потому что какая-то фигня включилась у меня блин все ребят пока пока вот это и хочу сказать тот был беленький а это желтый вот так вот так что нормалек ребятушки будем считать что году удался ребята всем желаю чтобы жили по сто лет и т.д. и т.п. и в конце скажу за мир во всем мире ребята пока пока всем